всем доброго времени суток уважаемые зрители как вы поняли речь пойдет об катушечки об одной да вот об этой вот которая лежит на столе но видео не будет там называться как-то там обзор катушки либо там как она там взгляд изнутри там или там того катушки или еще как то вот видео я еще даже название пока не придумал но чудо такие ассоциации возникает что если катушка в говно блин то есть ну вот в прямом значении этого смысла и цель видео будет преследоваться примерно такая то есть не показать что она в этом состоянии сейчас а кстати покажу что она в этом состоянии именно цель что можно сделать с такой катушкой да не применяя именно каких-то там запчастей да то есть понятно что можно ставить новые детали и можно отремонтировать таким способом любую не только же не только катушку и машину и все что остальное даже если в человеке оставятся какие-то импланты дата тоже эти суставы заменяются все это ремонтируется вот как можно из такого состояния превратить в более-менее нормальное состояние не применяя ни одной запчасти ну примерно вот так вот но чтобы вы более-менее подробно представляли о чем пойдет речь сейчас вам продемонстрирую тут уже понятно ничего не крутится смотрите думаю звук сам понятен это я еще кручу так силы но ручка сразу же останавливаться потому что если вот так вот чуть-чуть крутут она вот она все сразу же колом встает усилие очень сильная надо прилагать чтобы она то есть это вообще такого состояния катушек я еще не видел то есть видите и даже трясти тут ручка даже не сдвинется и когда крутишь что в кнопку ощущается такой как отбойным молотком нашу руку отдает это это просто но скажем так состояние шедевральная в моем понимании ну и нужно конечно посмотреть что из этого можно вытянуть без замены детали вот ну что попала мне в руки как говорится катушка попробую я из нее сделать картошку вот ну что давайте посмотрим не охота даже салфетку пачкать так на всякий случай подложу еще потому что что-то мне в душе подсказывает что видите даже на шнуре какие-то капли похоже какой-то отработки или масла возможно что это туда все заливалась вот может что можно сказать за подушки смотрите она даже клинит вот видите она даже не сама не отрабатывает или или состояние уникальное скорее всего не без помощи человека шпуля смотрим шток больше даже и так на крутится шток у нас тоже находится в шедевральном состоянии явно что ни при какой заводской смазки такого быть просто-напросто ну не может это уже какой-то уже мало того что это уже даже кокс даже это какая-то смазка она уже даже смотрите в состоянии кокса еще раз по противо все смотрите вот он красивый шток опять полез смотрите это вообще шедеврально но я уже сам начинаю сомневаться что я смогу ее сделать не применяя ни одной новой детальки уважаемые зрители но тем не менее надежда умирает последний где мой ключ главное быстренько вам чую гайка перевернута видно что ее уже откручивали но не в этом суть она была великолепна но не в этом суть тут ничего необычного нет ротор как ротор я думаю мы еще более подробно взглянем на эти моменты даже здесь вот это вот черное закоксованное масло на витках самореза вообще какой-то песок не песок то есть мы понимаем да что состояние реально такое шедеврально это для убедительности что все с катушкой в порядке сверху лишнее сотрать убрать всю эту грязь да что ж я забыл то сказать а забыл я сказать самое важное уважаемые зрители что это катушечка шимана техникум вот размере 2 500 в.д. то у нас европейский или американский рынок тут все понятно тут нормально все тут песок видно просто это короче было было как блин я как и начинаю осмысливать слова которые хочу сказать аж смех это по моему бы вообще фильтро отстойник для песка аж сам коры выхватываю восстановить такое без единой детали я уже сам сомневаюсь своих способностях и возможностях вау вот это конечно картинка у нас хорошая регулировочная шайба ну вот уважаемые зрители добрались мы до картинки и у нас перед глазами открывается вот такое вот зрелище традиционные все как бы сказать конструктивные особенности для катушек шимана этих лет и этих серий снимаем колесо мы видим что тут синяя смазка конечно уж и манас утром не было синий смазки до вих ассортименте ну а тут мы увидим что вот она тут до такой степени за как совалась смотрите вот это вот ну что это про это уже не надо рассказывать катушка уже просто ела сама себя видно вот смотрите что зубе как микро нуждать поедены а ела на себя вот это вот абразивная смазка с частицами абразива вот и мы видим что сам по себе бесконечник он уже просто уже вот весь уже все черное все закоксовано ничего уже крутится не может видим кто-то видно положил это автомобильные смазки пошел достаточно сильный износ потому что смазка была применена не так что нужно да и видим что она начала как соваться с частицами износа соответственно заручала главная пара потому что она начала точиться да как бы сказать и изменила пятно контакта от этого идет такой рык ну а сейчас мы конечно все это будем промывать все это мы будем смотреть видите какой что красавчик все тут все просто все просто все как надо промывать ее надо будет долго и упорно какой хороший штук вот такое вот состояние катушки которая не крутилась ничего главное чтобы более-менее у нас были живы наши тут вообще мы видим песок видно отстойниками для песка служила не только декоративная крышка 2 но и сама катушка мне прям интересно смогли он у нас пережить пережить вы знаете удивительно у него состояние конечно не нового но он смог пережить удивительно 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 подшипник нормальный вот так чтобы уже не испачкаться лишний раз смотрим вот это вообще состояние но состояние но состояние но могу сказать по этому поводу. Судя по подшипникам, видим, что, оказывается, катушечка-то... Ну, это так, мое умозаключение, конечно. Это, как бы сказать... Не, судя по подшипникам, видно, что катушка не видела больших нагрузок. Катушка наша дальневосточная. Рыба у нас бывает достаточно серьезная. И, насколько я понимаю, катушка работала на горной речке, ловила сильную рыбу, что по подшипникам я не вижу, чтобы катушка очень сильно долго использовалась. Это говорит о том, что катушка немного ловила, но почему ее такое состояние зарычало, это, скорее всего, неправильная смазка, которая сюда была заложена. И благодаря вот этой смазке пошел, как бы сказать, преждевременный износ. Мы видим, что... Вот она уже. Здесь начались накаты. Из этой втулки. Это, грубо говоря, уважаемые зрители, продукт того, что была неправильная смазка, потому что детали начали быстро изнашиваться. Соответственно, стружка, видите, она даже блестит под определенными углами, продуктами износа самой главной пары. И не только начала попадать эта стружка в масло, и получилась такая, как микронаждачка, консистенция. И вовремя она не поменялась, соответственно. И вот таким образом мы видим, что у нас рычит главная пара. Конечно, уважаемые зрители, посмотрим конструктивные с вами особенности. Особенности, да. И попробуем все это исправить без замены какой-либо детали. И мы, конечно, попробуем привести ее в состояние абсолютно новой, а то еще и лучше. Я пока выключу камеру, потому что буду это все промывать. И включимся с вами чутка попозже. Ну вот, уважаемые зрители, сейчас я все это дело отмыл. Я скажу так, мне удалось это дело все отмыть. И давайте рассмотрим, как у нас устроен механизм фрикциона. Вот. Вот таким образом выглядит шпуля. Видим, что подшпульный механизм здесь примитивный, если можно так выразиться. Никакого подшипника в данной катушечке Technium 2500 FD никакого подшипника или там втулки в подшпульном механизме не предусмотрено. Вот. Стандартная для Шимана гайка, которая закручивает фрикцион, ниже микро клик встроенный. Ну и, как вы видите, на столе разложено весь механизм состоит и с трех фетровых шайбочек, а также и с трех металлических шайбочек. Вот. Собирается это дело очень-очень просто. просто вот так вот. Вот. Видите, вот там даже смоделировал ситуацию и сверху ставится стопорным кольцом. Вот. Все очень-очень примитивно и стандартно. Вот. Также хотелось отметить, что болячки тоже у нас стандартные. Вот. Видно, что сама каретка на кулисе видите, болтается. Значит, придется создать этот винт на резьбовой фиксатор. Ну вот, сейчас будем смотреть дальше, что как устроено. Так, подобрался я уже к самой ручке и к нубу у данной катушечки Shimano Technoom. И сейчас мы посмотрим, как устроена ручка. Вот. Процесс идет не быстро, еще много-много дел. Отвлекаюсь от этого уже второй день ее все помаленьку делаем. Вот. Как мы видим, ручка устроена традиционно для катушек того времени. Как мы видим, ручка сама не вкручивается в главную пару, а просто вставляется вот таким образом. Чтобы сильно она там не проворачивалась, мы видим на главной паре четыре таких шипа, да, как зубчика. И мы видим в самой ручке тоже. Они встают и убирают вот этот ихний внутренний люфт и с другой стороны закручиваться. Это все гайкой. На гайке мы тоже видим насечки и с другой стороны главной пары мы тоже видим насечки, что в принципе у нас не дает люфтить самой ручке на оси главной пары. вот мы видим, что при такой закрутке при наличии такой вот конструкции таких шипов и выемок, да, вот никакого люфта, вот видите, вообще никакого малейшего люфта, как многие жалуются, в ручке абсолютно нету и ничем не хуже, чем бы эта ручка вкручивалась в главную пару, стоит все намертво. Так, вот кноп, пришлось его очень-очень тщательно приводить в чувство, чтобы он был такого нормального состояния. Внутри был просто кокс, что в принципе свидетельствует, видите, вот по таким накатам на самой оси, очень-очень серьезные есть накатики, вот, вот сами втулки, то есть состоит он, кноп у нас, вернее, стоит, стоит у нас кноп на двух втулках и мы видим, что одна втулка даже и толком и отмыться не смогла, то есть и на ней больше всего, как бы сказать, по сути дела износ, видим износ как по внутреннему диаметру, да, так же, как и посмотреть на кноп, видно, что она прокручивалась и по внешнему диаметру, не знаю, на камеру будет видно или нет, но видно, что крутилась она, как могла, во всех местах, вот, тут даже интересно, если посмотреть, даже на самом винте, который закручивает, даже на нем образовалась ступенька, смотрите, оп, вообще прикольно, то есть, видно, до такой степени это все точилось, крутилось, что даже на винте образовалась ступенька, потому что внутри был кокс, такой, очень-очень страшный, что я вообще без содрогания не мог на это все смотреть, ну, что можно сказать, вот такая вот конструкция на двух тулочках, эти втулочки при желании можно заменить на подшипники, и, соответственно, сейчас придется все регулировать, потому что сама шайба, она уже тоже регулировочная, вся уже стерлась, все это из-за того, что просто смазку долго не менялись, и она превратилась, по сути дела, с продуктами износа, засохла, в состоянии кокса, и все это само собой, как абразив, точил, изнашивал, все, вот эти вот, все узлы, да, и все, во всех местах трения, так что, уважаемые зрители, вовремя делать этого катушкам, а мы сейчас будем помаленьку смотреть, как дальше, ну вот, помаленьку мы подобрались и к другим механизмам, в данный момент мы на столе сейчас видим разложенный ролик лесоукладывателя, и сам, сами детали механизма ротора, но давайте посмотрим, как это устроено, хотя, цель этого видео, конечно, не рассказать и не показать, как это все устроено, да, цель этого видео, как это все восстановить и сделать ТО, и восстановить работоспособность этой катушки без замены деталей, вот, видим вот такую вот дужку, вот, здесь она сделана в виде вилки, это как на Ультиграх делали тоже, вот, видим вот такой вот, если можно так назвать, суппорток, ну, вот, сюда у нас, сейчас вам покажу, накину, чтобы вы представляли, как это все выглядит, вот, видите, соответственно, когда идет натяжка, натяжка, это все поджимается, и, грубо говоря, на этой вилочке все затягивается, вот, ролик лесоукладывателя у нас без подшипника, видим сам ролик, видим переходную втулку, если можно так выразиться, и за место подшипника у нас выточен вот такой вот цилиндрик, вот, с такой вот ступенькой, которая имитирует, как бы, ролик, он вставляется в эту переходную адаптационную втулку, да, туда, куда и вставляется обыкновенный подшипник, и все это дело у нас вставляется в сам ролик, вот, соответственно, дальше это все одевается на суппорт, ставится вот такая вот кольцо пластиковое, ну, и, соответственно, дальше уже все понятно, вот, вот так у нас выглядит конструкция самого ролика лесоукладывателя, вот, что можно сказать по ротору, по ротору тоже для катушек шимана все стандартно, единственное отличие здесь и есть, мы видим, что шейка ротора, она у нас, как бы сказать, усилена вот таким вот кольцом опрессован, это сделано с завода, и я считаю, что это лишним не бывает, потому что мне тут недавно задавали вопрос, ты встречал, как, ну, типа, лопается эта шейка ротора, я не просто это встречал, это лопалось у меня, у самого, лично на рыбалке, при том, что рыбина была небольшая, в районе 8-9 килограмм, это был таймень, я шел сплавом, вниз по течению, кидал под залом, тащил на тебя, и вот эта сильнейшая, мощнейшая поклевка, ну, и дальше удар был очень сильный при поклевке, таймень вел себя агрессивно, и, соответственно, в какой-то момент после вываживания я начал ловить, и смотрю, что у меня что-то как-то намотка быстренько так поменяла свое, и я вот дальше, как бы, стал ловить, после этого вываживания, смотрю, у меня как-то профиль намотки начинает быстренько меняться, соответственно, начинаешь понимать, что что-то произошло, этого я не смог понять, пока уже дома не разобрал, и не увидел, что эта шейка провернулась, лопнула, соответственно, усадка пошла дальше, ну, все такое, соответственно, изменился, профиль намотки, дальше у нас что, стоит вот такой вот толкатель самосброса, дальше у нас стоит обыкновенная пружина с толкателем, которая у нас вот этим загибом вставляется в само коромысло, ну, и, соответственно, стоит так называемый фиксатор, или звуковой сигнализатор откидывания дужки, он своей вот этой пластиковой частью ездит по этой вот ступенечке, и при откидывании дужки, пересекая эту ступеньку, он создает такой шелчок, ну, и в обратном, как бы сказать, положении он как бы чуть-чуть придерживает, чтобы не было самосброса, хотя, если эта пружина имеет хорошее, как бы сказать, натяжение, то есть она не уставшая, да, и все нормально, если эта пружина хорошая, да, то, соответственно, если даже этот пластиковый шпенечек износится, да, то, соответственно, сама сброса никакого у нас не будет, ну, вот, что хотелось бы сказать, вот, с этой стороны у нас вставляется вот такая вот выточенная втулка, в ней внутри нарезанная резьба, и вставляется она у нас таким образом, через такую вот проставку, ну, вот, рассмотрели мы весь механизм ротора, и сейчас будем смотреть, что у нас дальше, ну, вот, и добрались уже до самого механизма, самой катушечки, ну, и давайте тоже вкратце, без фанатизма, так рассмотрим, из чего он у нас состоит, состоит он у нас традиционно для катушек Шимана, мы видим корпус, корпус у данной катушечки техникум, полностью пластиковый, выполнен и с двух половинок, давайте соединим и посмотрим, как это все у нас выглядит, вот, промыть его составило достаточно много труда, видите, полностью из всех щелей все это вымыть по-нормальному, видите, вот так соединяется корпус, с виду все стандартно, видим, что здесь у нас выходит бесконечник, сверху ставится плита упора, до бесконечника, все бы у нас хорошо относительно герметично, но вот, как мы видим у бюджетных или, скажем так, среднего ценового категория, категории катушек Shimano, вот здесь вот почему-то у всех под посадочным местом подтормаживающего кольца ротора выполнена вот такая вот щель, тут видно, если поставить зубочистку, оно видно как бы вот насквозь, там видно прямо колесо ведущей шестерни, то есть, если сюда попадает что-то, то оно моментально оказывается там, если даже сюда и одеть давайте симитируем ситуацию оденем подтормаживающее кольцо все равно вот она эта щель видите вот я сейчас туда вставлю зубочистку не знаю видно или нет то есть, она присутствует вот вот рассмотрели мы уважаемые зрители корпус вот уважаемые зрители стопор обратного хода или муфта обгона для шамана у нас тех лет стандартная тоже пришлось все промывать стоит надпись ноу гриз вот такой сам тормозной барабан видим который у нас вставляется так шток с кареткой в каретке стоит у нас бегуночек здесь видите я его уже обслужил посадил все на резьбовые фиксаторы можно посмотреть у нас подшпульный механизм здесь достаточно простой и соответствует катушкам данного времени вот он весь подшпульный механизм и вот сверху уже одеваются регулировочные шайбы так же здесь ничего у нас нового такого хитроумного нету вот имеем стандартный бесконечник полностью металлический безо всякого покрытия также имеются две направляйки они же являются стабилизаторами для каретки вот если это симитировать будет это вот выглядеть вот так думаю более чем понятно вот сам бесконечник у нас сидит на двух втулках на пластиковых вот и так же имеется у нас шестерня привода бесконечника она же так называемая паразитка приводится приводится на у нас уважаемые зрители действия от вторичной шестерни главной пары вот таким вот таким вот образом вот ну и имеются у нас три подшипника и даже во вторичной шестерне главной пары хвостовики мы имеем подшипник так называемого грубо говоря x шипа ну вот данный подшипник пришлось расшильдовывать разбывать промывать делать там вокруг него танцы с бубном и попробовать из него что-то было сделать потому что вся вот эта грязь которую при разборке видели я вам рассказывал что лишняя смазка попадает в этот подшипник продавливает его несквозь несмотря на то что он закрытого типа внутри эта вся грязь с абразивом и была от этого подшипник шумел пришлось его всего перемазать промыть и в принципе удачно потому что он еще видно не успел этим абразивом износиться и данная процедура дала результат и мы видим слышим что никакого шума абсолютно нету то есть это удача чтобы мы смогли реанимировать и спасти данный подшипничек вот вот ведущее колесо главной пары видим что двух сторон стоит у нас одной стороны подшипник с другой втулка ну втулку мы поменяем на подшипник есть у меня подшипничек очень в таком приличном состоянии бэушный от этого я его просто туда воткнул чтобы он был чтобы не изнашивал у нас посадочное место вот так ну теперь что самое главное у нас получается вот что еще можно сказать вот сама декоративная накладка которая у нас ставится с другой стороны ее можно смоделировать поставить если кому интересно ну вот уважаемые зрители проблемой нашего тракторного хода данной катушки является это изменение пятна контакта главной пары а именно причиной этому стала эта смазка которая закоксовалась и в которой было были продукты износа от самой главной пары и все это было как микро абразивная паста которые катушка съедала сама себя ела грубо говоря и мы видим что пятно контакта у нас неровное оно не просто неровное там везде царапины все криво косо не знаю сколько это будет видно на камеру ну причина суть не в этом вернее причина понятная всего этого происходящего но здесь просто на камеру они думают что это все детально отразится но причина именно в самом изменении пятна контакта главной пары как это исправить а это мы сейчас будем исправлять притиркой уважаемые зрители и попробуем это все притереть выровнять и посмотреть что у нас с вами из этого уважаемые получится подобрались мы к самому ответственному моменту который призван нам исправить тракторный ход и рык данной катушечки сейчас я буду делать притирку в моем как бы сказать архиве видео где-то на моем ютуб канале выпущено видео по притирке вот сейчас эта технология у меня уже более совершенно более отлажена но по сути дела принципы они теоретические практически не меняются в этом видео вы кому интересно можете посмотреть более подробно как это делается но мне сейчас тоже нету смысла все это по новой объяснять чтобы не затягивалось это все на какое-то достаточное время берем притирочную пасту в том видео я показывал как эта паста называется и ее аккуратненько аккуратненько наносим это я делаю зубочисткой много ее вообще не надо потому что это будет по несколько раз все разбираться промываться процедура может дойти если сильное искажение пятна контакта процедура может у нас уважаемые зрители занять что придется разбирать промывать и наносить пасту до 5 раз тоже на нее на зубья наносим надо ее ровно ровно столько кстати у меня тоже выходило уважаемые зрители видео там я показывал как правильно нужно смазывать главную пару видите наношу я точно так же как и по сути дела и там видео показывал чтобы было только сверху мокрая как бы вот эти вот зуби только и все лишнего чтобы тут все заполнено не надо оно все бесполезное и оно все равно все выдавится согласно зазору которыми который будет выставлен регулировочными шайбами ставим регулировочные шайбы на место нашу затяжку вставить достаточно только ротор берем гайку ротора и начинаем помаленечку посмотрим люфт в принципе устраивает и дело слышим как она рычит сильно крутить быстро не надо вот первый этап притирки у нас прошел сейчас опять разбираем видим вот у нас таким образом идет притирка вот она паста видим что она уже черная вместо такого голубоватого цвета сейчас это все промываем и будем делать закладку второй раз данной пасты вот вот уважаемые зрители заложили второй раз притирочной пасты да подложили еще одну регулировочную шайбу скорректировали нашу притирку и плавненько начинаем делать второй этап притирки данной катушечки чувствуется в руку что еще тракторный ход отдает ну вот слушайте уже что-то начинает проясняться я уже кручу а уже такого-то сильного шума то уже и нет вот закончили второй этап и смотрим что у нас после второго этапа получилось увидим что опять все у нас черненькое но вот я уже смотрю начинает уже пятно контакта у нас уже исправляться сейчас еще раз это все уважаемые зрители промоем еще раз заложим еще раз откорректируем регулировочной шайбой и приступим к этому третьему этапу ну вот уважаемые зрители переходим третьему этапу притирки вот скорректировали еще зазор и регулировку соответственно главной пары сейчас начинаем притирать уже третий раз видим что я уже выбрал выбрал этот зазор и уже более предметно начинаю это все притирать чтобы убрать вот эти вот неравномерность пятна контакта она оказалась достаточно большой ну вот подошел я к завершающему четвертому этапу и сейчас после этого уже сейчас будем разбирать смотреть что у нас всего из этого момента получилось мы уже видим что катушечка уже идет спокойненько при раскручивании таких уже явных шумов уже у нас просто-напросто нету ну вот открываем и смотрим что у нас на завершающем этапе имеется вот если присмотреться видим уже более равномерное более четкое пятно и ровно пятно контакта видите как оно все уже попритерлось вот ну надо сказать что изменение пятна контакта было очень значительно и выровнять уже после такого состояния как вы видели в начале видео да тут конечно уже ну реально уже после таких дел исправить очень очень тяжело но мы сейчас будем пытаться сейчас после всего этого сейчас помою и буду делать полировку вот ну как полировка уже снять не смогу потому что это у меня отдельное рабочее место вот и результат вам уже покажу после полировки главной пары вот вот я выполнил необходимые работы по полировке видим что главная пара теперь приняла вот такой вот вид и теперь нам нужно ее будет все вставить и отрегулировать но прежде чем это сделать мы нанесем смазку и теперь точно так же смазкой как с притирочной пастой погоняем безо всего для чего это делается потому что нужно чтобы все определенные неровности какие-то еще какие-то остатки чтобы они попали в смазку сейчас мы увидим после этого что смазка будет грязной темной в нее все попали то есть идет как бы еще такая более тонкая притирка и все эти микрочастицы они уберутся и промоются с этим первым слоем смазки а потом уже можно будет наносить нормальную смазку на которой катушечка уже будет эксплуатироваться вот ну давайте сейчас я нанесу и посмотрим вот я нанес необходимое количество смазки вторичная шестерня вся блестит как янтарная больше закладывать не надо чтобы все зубья были забиты потому что все равно лишняя смазка выдавится видите вторичная шестерня вот это оптимальное количество смазки сколько бы вы ее не ложили вот регулировочными шайбами выставлен определенный зазор между двумя вот этими первичной и вторичной шестерней и вот это вот расстояние которое остается выставлено регулировочными шайбами оно все равно до этого расстояния уйдет и из него выдавится вся смазка хоть вы туда тонну положите смазки хоть три да хоть пять тонн все равно пара сожмется до определенных регулировочных как бы сказать зазоров и все что будет за зазорами все просто выдавится так что излишки смазки они абсолютно уважаемые зрители не нужны нам ну вот я покрутил со смазочкой все катушечка проработалась к смазке и я скажу так что теперь мы уже видим как она уже работает разница просто колоссальная вот данная технология притирки и полировки может как бы сказать очень сильно помочь и при определенном усердии и старания можно поврежденную пару которая рычит вывести и сделать практически состояние новой ну конечно это где работа кропотливая и занимает времени и определенных ресурсов вот но тем не менее здесь результат очень 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 хороший по сравнению с тем что было главная пара была очень сильно повреждена до после такого и я считаю после того что было и что сейчас это просто очень отличный результат в принципе если еще заморочиться на пару часиков можно добиться еще намного более лучших ли результатов чем они есть вот видно как у нас опять появилась темная смазочка видим что лишнее у нас выдавилось равномерно по всему радиусу ведь и вот наша темная смазочка на зубе вот для чего я вам и говорю что нужно будет нанести смазку рабочую покрутить минут 15 на рабочей смазки еще раз промыть и теперь уже для дальнейшей работы уже закладывать чистенькую нормальную смазочку чтоб катушечка работала уже на рыбалке вот так говорю все излишки все излишки они выдавливаются смотрите ведь она у нас прям чутенько вот такого цвета с элементами латуни вот и все это я вам говорю чтобы вот смазка вся есть видите она вся удержалась вот пожалуйста она все на зубьях от этого я вам говорю сейчас мы уже все промоем и нанесем нормальную чистую смазку для дальнейшей эксплуатации ну вот уважаемые зрители закончились данные работы по этой катушечки и вот можно посмотреть что у нас получилось вот катушечки совсем другой ход на руки совсем уже этого рычания ничего не отдает, не чувствуется если закрыть глаза, то плавно с хода можно перепутать с любыми топовыми моделями катушек остается минимальный звук в принципе, если к этому приложить усилие определенное, то можно и убрать все остальное ну вот, как мы посмотрели вот таким образом попала мне в руки катушка а вышла, уважаемая, на выхлопе картошка вот вот так вот ну вот, кому понравилось ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok